Тренер, Ваши комментарии по игре? Ну, в принципе, хорошо подготовились к игре, знали, что соперник очень серьезный. Разбирали соперника, знали, какие слабые места, какие сильные места. Поговорили с парнями. В принципе, у нас все получилось. Поэтому хочу поздравить наших болельщиков и команду с победой. Спасибо. Вопросы? Александр Иванович, еще раз с победой. Спасибо. В феврале мы этого года, когда встречались в Москве, от диалога от нашего какая-то безысходность сквозила. После этого Сочи преобразился в этом сезоне. Сейчас у команды шесть побед подряд. Хорошее место в турнирной таблице. Самоотдача видна. За счет чего вот это преображение произошло? Несколько слов можете сказать? Ну, меня, кстати, уже спрашивали этот вопрос. Могу сказать так. Когда мы летом собрались с парнями, обсудили, что мы должны быть в первую очередь командой, коллективом, семьей и слушать друг друга. И слышать друг друга. То есть, если мы тренеры что-то предлагаем команде, они должны выполнять. Ну, и, соответственно, ребята, и ребята, и тренерский штаб, мы все вместе, скажем так, выполняем эту нелегкую работу. И у нас получается. Поэтому, дай бог, чтобы так шло дальше. И второй вопрос не могу не спросить. Сразу говорю, я не прошу комментировать судейство. Когда ваша команда забросила вторую шайбу, у вас на лавке хоть один процент уверенности был в том, что гол будет засчитан? Да, конечно, шайба была не зажата. Поэтому, естественно, мы дорабатывали до конца момента. Это чистый гол. Спасибо. Пожалуйста. Добрый вечер. Дмитрий Александрович, Сергей Погорнов, Матч ТВ. Вас с победой поздравляю. Сегодня произошло несколько изменений в составе Сочи. В частности, использовали сегодня Завгороднего в первом звене вместо Попова с Криштовым и Рендульчем. С чем это было связано? С тем, что вы, наверное, желали добавить скорости больше в первом звене? Да, у нас до этого Дмитрий играл на этой позиции. Просто до этого немножко приболел. И мы поставили Серегу Попову. А сейчас вернулись просто к этому сочетанию. Нас устраивает оно. Можете сказать, что ключевым моментом, наверное, аспектом сегодняшней победы стал, наверное, тот момент, когда вы стояли 3 на 5. И тогда Криштов проявился невероятно. Выиграл все вбрасывание, забрал всю борьбу, выбросил. Вы знаете, однозначно и этот момент, да. И в принципе вся команда сегодня сражалась. И это все ключевые моменты, все стыки. Команда старалась выиграть, да. Поэтому до конца билась. И я считаю, что это общая командная победа. Еще раз поздравляю парней. – Последний вопрос от меня. В прошлом сезоне под руководством тренеров, которые были до вас, в Сочи объективно не хватало системности, вообще понимания, что делать на льду. То есть не было команды. Сейчас Сочи очень строго обороняется в своей зоне. Четко понимает, что нужно делать после перехвата в шайбы. Здорово контратакует. Причем это появилось при вас уже в конце прошлого сезона, когда команда, по сути, разобрана была. Как вам удается так быстро доносить до игроков свои требования и быстро ставить их на рельсы своей тактики? Спасибо. – Ну, вы знаете, это не так все быстро, да, скажем так. Это каждодневный труд, да, это общение с парнями. Это тот хоккей, который мы им доносим, который, скажем так, атакующий хоккей. Им нравится в этот хоккей играть. Поэтому, но, опять же, здесь, играя в такой хоккей, надо не забывать про оборону. То есть, чем ты лучше обороняешься, тем ты будешь больше играть в атаке. То есть, тем быстрее ты будешь убегать в атаку. Поэтому парням это нравится, они играют, и все получается. Дай бог, чтобы было так. – Коллеги, еще вопросы? – Здравствуйте. Меня вот сегодня очень впечатлил активный прессинг в исполнении ваших хоккеистов на протяжении всех 60 минут. Это связано с чем? С потрясающей физической готовностью? – Ну, не знаю, готовились, да, но на предсезонке готовились. Есть небольшие у нас секреты, как подвести команду. Но пока еще рано об этом говорить, но пока это работает, и нас это устраивает. – Коллеги, пожалуйста, легенда. – Владимир Степанов, отечественной футбол. Вы сказали по поводу, учли ошибки спартаковской команды. Была ли одна из ошибок, что мы частенько выходили, но я имею в виду красные, из своей зоны через центр, и несколько перехватов было, и создавались опасные моменты? – Ну, конечно, разбирали, да, разбирали. – Второй, заряженно чувствовалось с первых минут вашу на атаку. Это как-то связано с тем, что все-таки игра против спартака – это всегда раздражитель. Возможно, что все-таки у вас какие-то корни спартаковские, наверное, есть это вдвойне раздражитель. Ну, и, наверное, повышенные комиссионные, может быть, для ребят, ой, комиссионные, премиальные для ребят тоже. – Три. – Все в целом раздражитель, да, но, скажем так, больше настрой был на хорошую игру с нашей стороны. Ну, так получилось, что мы играем сейчас со Спартаком, да, потом с ЦСКА, то есть это, ну, как мы считаем, да, это на данном этапе лидеры, естественно, мы хотим обыграть лидеров. Вот это вот основное, да. То есть настраиваемся на серьезный хоккей только из-за этого. – Спасибо. И маленький личный вопрос. Я много лет знаком с вашей папой, вот, он, наверное, гордится своим сыном. – Ну, да, звонит мне постоянно. И больше скажу, так как здесь все спартаковцы, да, сейчас у нас большой фанат нашего, нашей команды – это Олег Иванович Романцев. Он очень следит за хоккеем, ну, потому что он меня знает с пеленок, и, как бы, они с моим отцом друзья с детства, да, хотя они спартаковцы, но я вот раньше играл в «Динамо», но в любом случае Олег Иванович, он на самом деле вообще сейчас очень болеет, следит постоянно, спрашивает, звонит и так далее. – Удачи вам. – Спасибо. – Еще Матч ТВ вопрос. Подожди, подожди, микрофон для трансляции. – Сергей Подгорнов, Матч ТВ. Хотел бы еще уточнить, есть ли у Матвея Мечкова лимит на количество бросков на матч? Сегодня человек три раза в одной смене бросает. То есть это установка для него такая персональная, что он использует свой бросок? – Да нет, вы знаете, Матвей, он просто, ну, он лидер, и он хочет забить гол. Только из-за этого. И правильно делает, что бросает много, и дай бог, чтобы он наладил, скажем так, в принципе, у него и точные броски, но побольше бы он забивал. Вот и все. – Тогда я продолжаю Тему Мечкова, раз уж тема зашла. То есть в начале сезона мы все видели, что Матвея наигрывали в центре в СКА, и говорили, что это новый перспективный центр для, в том числе, сборной России. Но в Сочи вы его используете на фланге. То есть когда вам его отдавали в аренду, не было установки использовать его как центрального нападающего? – Нет, не было у нас с того года, была готовая тройка. Мы знали, куда он придет, поэтому они играют в этой тройке, и у них получается. Зачем разбивать эту химию? – Спасибо. – Все. – Олеги, будут еще вопросы? Нет вопросов? – Все. – Спасибо. – Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok